МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услышав народную потешку, вы сразу поймёте, о чём сегодня пойдёт речь. Шли матрёшки по дорожке, было их немножечко. Две матрёшки, три матрёшки и ещё матрёшечка. Про один из символов России, про деревянную куклу с секретом, нам сегодня расскажут матрёшки Дмитриевы, то есть сёстры Дмитриевы. Маша и Лена, художницы по росписи матрёшек. Мы родились в Сергиевом посаде. А мы это кто? Я сестра. Я говорю мы, потому что мы и работаем вместе, и живём вместе. И, в общем-то, всё делаем вместе. Выросли мы в посёлке Симхоз. Так там у нас в паспорте и написано. Мы жили у бабушки, и жили там ещё две наши сестры. И мы всё время были вчетвером вместе. Поэтому мы играли, делали кукол, расписывали игрушки, матрёшки, деревянные кораблики, которые там же и мастерили. И, в общем-то, нам было позволено очень много в детстве. Я закончила Российский художественно-технический колледж игрушки по специальности художественное оформление и проектирование игрушки. А второе образование у меня – я стилист по ткани. Закончила я Московский государственный университет имени Косыгина, отделение ФПИ, то есть прикладного искусства. Матрёшка появилась в нашей жизни очень давно, практически с рождения. Это была, наверное, одна из наших самых первых игрушек. Если хотите, я вам потом покажу её. Но у меня есть. Потом мои родители всю жизнь расписывали матрёшки. У меня папа был главным художником на фабрике игрушки по деревянным изделиям. И он делал все образцы богатырей, шкатулок, матрёшек, особенно те, которые были сделаны с выжигом. Это очень много его работ находится в собрании очень многих музеев, в частности нашего Сергиева Посадского историко-художественного музея-заповедника. А потом мы с Леной начали тоже писать матрёшки, потому что это было неизбежно. Нужно было как-то зарабатывать деньги. С 14 лет мы уже имели своих. Матрёшечный промысел появился давно, более 100 лет назад. И, как сейчас считают Сергиева Посад, столица игрушки. Потому что здесь изначально, с 19 века, делают игрушку на продажу. Потому что те, кто шли в монастырь, хотели унести отсюда какую-то потешку, игрушку своим детям. И это было принято. И, в общем-то, очень здорово, что около каждого монастыря вот такая традиция была. Игрушек. И у нас здесь изготавливали очень многие игрушки. Матрёшка появилась позже. Действительно, из всех народных игрушек матрёшка самая молодая. Ей всего чуть более 100 лет. До сих пор точно не установлен год рождения матрёшки. Считается, что первые образцы появились в московской мастерской детское воспитание, принадлежащей Мамонтовой. Потомственный токарь Василий Звёздочкин выточил по эскизу художника Сергея Малютина первую деревянную куклу. Затем художник расписал её. И получилось девочка в сарафане в платочке с петушком под рукой. По преданию, кто-то воскликнул. Как похоже на Матрёну! Отсюда и пошло это название. Эта кукла с сюрпризом. Внутри большой матрёшки сидит матрёшка поменьше. А в той ещё и ещё. Первая игрушка «Матрёшка с петухом» экспонировалась на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, где получила мировое признание и медаль. Успех матрёшки за границей и содействовал её массовому выпуску в разных уголках России. Матрёшка – это один из вариантов укладок. Это значит, когда мы один предмет вкладываем в другой. Это были шарики, яички, корзиночки и так далее. Это у нас было и в XIX веке здесь очень распространённым предметом. В Сергиевом Посаде сейчас, допустим, наши фабрики, которые здесь работают, они в основном пишут гуашью. Это укрывистая, плотная краска, очень яркая, и они получаются такие замечательные, звонкие, блестящие. Они покрываются масляным лаком. А мы делаем немножко другую матрёшку. Мы пишем матрёшку в основном акварелью, потому что акварель позволяет достигать вот этого свечения дерева. И особенно если заготовка старая, она имеет вот такой вот прям золотистый оттенок, как вот лица у этих матрёшек. Я очень не люблю закрывать лицо матрёшки краской, чтобы вот это вот свечение, да, и вот это вот дерево, оно просвечило, чтобы оно играло здесь самую главную роль. Матрёшка – это вообще, по идее, семья, правильно? Одна другу кладывается. И сначала это, конечно, женский образ, но мы сюда, как и старые художники, тоже пробуем и мужской образ в ней воплотить. И он очень редко получается, потому что вообще первая матрёшка должна быть яркой, замечательной, такая прям яркая-яркая, и поэтому всё время хочется женщину сделать. Но это неправильно вот в корне, потому что первый же должен всё равно мужчина быть. Вот, и иногда это вот очень трудно сделать. А так семья. Семья, то есть мама, папа, дети, бабушка, дедушка, может быть даже, может быть, просто дети, может быть, мальчики, может быть, девочки. И у каждого должно быть своё занятие. Вот. Мы матрёшки свои никогда практически не повторяем, только если мы делаем такие реплики. Изначально матрёшка была одета в костюм городской, да, потому что у неё был передник такой завязанный сзади, да. И Малютин использовал вот, в принципе, на тот момент модный костюм. И у неё не было, в принципе, такой вот крестьянской одежды. Потом её начали писать в крестьянской одежде, естественно. И у неё там был уже и сарафа, ну, и первая тоже была в сарафане, но у неё передник там был просто вот нетрадиционный. А по теперь матрёшку одевают и в настоящий костюм какой-то области, или делают её совершенно обобщённым, как, например, пишут на фабрике. У неё там совершенно такой обобщённый минимум вообще вот орнамента, нет преднадлежности какой-то определённой области. В своих матрёшках я стараюсь передать какой-то образ русского народного костюма, вот мужской одежды, женской. Ну, в основном я играю на орнаменте, я очень люблю делать орнамент. Я люблю, когда много деталей, и это, наверное, сказывает ещё моё текстильное образование, потому что, когда изначально я шла учиться в текстильный университет, была задача научиться делать ткани. Для маминой работы мама занимается куклой, она главный художник на фабрике игрушки, и занимается промышленной куклой уже более 20 лет. И мне хотелось ей помочь, потому что мелкого цветочка у нас мало, и только потом я столкнулась с этой бедой, когда у нас всё-таки художники получают за раппорт ткани, да, то есть вот какой вот кусочек ткани ты придумал, да, вот мелкий горошек, представляете, у него раппорт там какой-нибудь 5 миллиметров, да, вот и всё, вот и получишь. Поэтому вот все свои идеи я воплощаю в матрёшках. Эскизов никаких я не делаю, по крайней мере, могу вам сказать, что даже и карандашных таких набросков тоже не делаю. И даже на самой матрёшке чем меньше, тем лучше вот таких предварительных касаний. Всё идёт от цвета. Вот вы выставляете ряд матрёшек, да, и вы начинаете, везде проходитесь красным, по пятнам, потом белым, потом синим, допустим, потом зелёным. Или вы выбрали, допустим, такие, вот мы пишем матрёшку в трёх цветах, допустим, зелёный, красный, чёрный, да, и вы в ней раскладываете вот это вот всё. То есть матрёшка, она не каждая сама по себе, а вы пишете вот её комплектом. Цвет решили, параллельно вы решаете, какой теме она будет посвящена. То есть или это будет семья, или это будут подруги, или это будут, я не знаю, дети, которые играют, или люди, которые занимаются каким-то одним делом. У меня была матрёшка, которая варила суп. У меня была матрёшка, которая, допустим, занимается всеми женскими рукоделием, да, которые есть. Или у меня была матрёшка, которая идёт за грибами. А ещё у меня была матрёшка, она была сделана на заказ с портретным сходством семьи. Там был папа, мама, которая варит суп, но хочет почитать, поэтому у неё за спиной были спрятаны книги. Там были дети, которые занимаются своей работой, дети. Ну, в общем, всё по-разному. Стремительная популярность новой игрушки не могла оставить равнодушными жителей других областей России. Она стала распространяться по всей стране, где существовали деревянные промыслы. Так житель Нижегородской губернии, возивший свой товар на ярмарку к Троице-Сергиевой лавре, привёз в свои края матрёшку, где пришлась по душе новая утеха. Ремесленники без боязни взялись за новое дело. И уже к 20-м годам 20-го века сложился промысел в Семёновском уезде. Эта игрушка отличается от сергиевской матрёшки. Та городская, более строга в одежде. А Семёновская, яркая, деревенская, в жёлтом платочке, будто из девичьего хоровода выхвачена. Почти одновременно с Семёновской появляется игрушка в большом селе Полховский Майдан. Издавна в селе точили деревянную посуду и игрушки. Здесь их называли тарарушками. Пришлась ко двору и матрёшка. При росписи использовали яркие анилиновые красители. Из всех матрёшек это самое яркое. Современная жизнь это вообще прекрасно. Матрёшки президентов у нас сколько много, да? Но я за такое пока не берусь. Вот, пока ещё мы не доросли. А так матрёшки... Даже матрёшки космонавты были. В основном всё-таки традиционный больше образ. Потому что сама форма матрёшки располагает к тому, что у неё должна быть длинная юбка. И это всё определяет. У нас сейчас всё просто длинная одежда. Она всё-таки связана с каким-то особым мироощущением. И так-то молодежь в ней особо не отобразишь. Рисовала одной девушке, которая живёт во Франции, матрёшку. Она очень увлекается сноуборда. У меня матрёшки катались на сноуборде. Причём у неё ещё была такая короткая прическа, и это нужно было как-то отобразить. И, в общем-то, всей декорацией этой матрёшки был цветной шарф вязанный, как будто бы, да? Потому что сноуборд, он определённый. Такой лыжный костюм тоже там особо цветаёв не налепишь. Вот, поэтому всё решалось шарфом. Я работаю и люблю работать в такой классической форме, когда у вас не очень большая разница между головой и телом, да? То есть она более-менее такая похожа на бутылочку, а не на вазочку такую с дутым пузиком. Вот. Ну, как первая матрёшка. Мне кажется, что когда у неё такое основание большое, крупное, да, нет вот этой вот, ну, не сужается здесь, с ней приятнее работать, она более монументальна, более устойчива. Вот. И на ней можно нарисовать так как мужчину, так и женщину. Потому что если брать вот эти формы, мужчину там тяжело рисовать. Невалёшки – это прекрасная форма. Эту невалёшку расписала Лена. С ней вообще такая интересная история, нам её подарили. Просто те, кто пишут её в больших количествах, не нашли для неё применения и говорят, отдали. Знаете, сделайте что-нибудь. Лена долго-долго ходила на неё, потому что подарили её мне. Я к ней так и забыла про неё, а Лена говорит, она меня будоражит. И вот это слово у нас теперь и ходит так вот. То есть неваляшка та, которая будоражит, это у нас именно вот это. У неё большой очень размер. И на ней можно рисовать те предметы, которые можно качать. Ну, курицу-то не знаю, вот мы сейчас такой выбрали, просто самую большую. А так в основном на неваляшках мы пишем детей. Причём те, которых вот надо укачивать. Или котов. Знаете, дети тоже заворачивают кота в тряпочку и вперёд. Да, очень, кстати, весело. Не знаю, как коту. Наши как-то терпели. Вот. И здесь вот с курицей, и здесь у неё цыплёнок. Вот такая тоже своеобразная тема материнства. А так в основном там рисуются дети. Неваляшка. Старинная, любимая детская забава. Любопытно, что на Руси она появилась раньше матрёшки. Для многих малышей, только научившихся сидеть, это первая игрушка, с которой они начинали играть. Эффект возвращения в одно и то же состояние, да ещё и с приятным перезвоном, надолго привлекало внимание малыша. В прошлом неваляшки называли и Ванькой-встанькой, и кувырканами, а в Японии это фигурка божества Дарума, приносящая счастье. Современные психологи неваляшкой лечат людей, находившихся в состоянии депрессии. Неваляшка сплошной позитив. Как бы она ни падала, всегда остаётся на ногах. А сейчас Лена вам покажет, как пишется матрёшка. Вот у меня просто белая матрёшка, да, просто деревянная. Она сначала вытачивается мастером, потом мы её берём. Нужно нарисовать контур. Или, ну, смотря кто, кто как делает. Некоторые люди делают сначала роспись, намечают карандашом. Некоторые просто уже сами по себе сразу начинают работу красками. Я иногда делаю сразу красками, начинаю работу свою делать, либо иногда намечаю карандашом. Матрёшку рисую по-разному. Могу рисовать и час, и целый день, и даже до недели доходить, может быть, да. Начинаю, как правило, с белых каких-то моментов, да. То есть, вот, допустим, здесь рукава белые, да, нарисую белым, потом какие-то орнаменты уже наношу. Что касается белой краски, лучше сначала подождать и, может быть, оставить, чтобы она высохла, и приступить к какой-нибудь другой матрёшке, которая меньше или больше, ну, не важно. Иногда я могу сделать матрёшку всю, да, в костюмах одной губернии, допустим, да. То есть, вот, допустим, как здесь, вот, Вологодская губерния, да. В основном я пользуюсь акварелью, только вот гуашь, у меня вот белая, белая краска – это гуашь. Как правило, только вот акварелью, потому что эта краска, она ложится так прозрачно, иногда видно дерево, и мне этот эффект очень нравится. Вот мы ведём и кроем дальше. мы обводим по контуру и заполняем просто вот остальные куски. Ну и вот так вот у нас получается часть рубахи. у нас будет белая и потом будет дополнена каким-нибудь орнаментом. Личики, они у меня бывают разные. Смотрите, да. Личико мы рисуем, берём самую-самую тонкую кисточку, разводим чёрный цвет. Вот я рисую в основном, у меня на лице используется только чёрный цвет, да, и немного намечаю губы, то есть они у меня такие получаются. То есть глаза цветные я очень редко рисую. В основном они мне вот всё одним цветом. И разводим чёрный цвет и рисуем, намечаем сразу, без карандаша я рисую. Субтитры создавал DimaTorzok Кисть должна быть сухая достаточно, поэтому мы сначала разводим краску, а потом делаем такие мазки, чтобы немножко высушить нашу кисточку. Так, и начинаем рисовать. Ну, как правило, с глаз. То есть делаем такой мазок, да, получается, вот у нас один глазик уже получился. И второй. Субтитры создавал DimaTorzok Нужно немножечко подождать, пока краска высохнет. А потом мы возьмём, разведём тоникой кисточкой немножко розового цвета, близкого к цвету наших губ, да, и наметим вот такие губки. Вот. И в конце, когда матрёшка нарисована, мы должны отконтурить, да, то есть вот развести какой-то тёмный цвет, так как мы не используем, ну, вот я не использую в матрёшке выжига, я делаю вот такой контур, да, то есть тоже разводится чёрная краска и тонкой кистью наносится, да, вот всё обводится, чтобы была матрёшка у нас уже аккуратненькая такая. Вот. И самым последним моментом является нанесение румяна, чтобы матрёшка у нас была румяная, как настоящая русская девушка. Вот. Ну, и, пожалуй, самым-самым последним моментом это является, конечно, написание авторского, авторского, да. Сергей в посад, потому что откуда она родом. После вот этих всех, то есть когда нарисовали мы лицо, да, то есть нарисовали контур, сделали румяна, мы должны её покрыть лаком. То есть это последний, наверное, этап. То есть наносится лак на матрёшку, и она сохнет где-то, в зависимости от лака, где-то, ну, около суток, допустим, да. И всё, и после этого матрёшкой можно играть, даже её облизывать, как некоторые дети очень любят делать. Лак обычный, который используется для деревянных покрытий всех, то есть он засыхает, и никакого не вреда, ничего. То есть матрёшка долго может использоваться, может на полке стоять, и ей ничего не будет. Ну и мне, как автору, очень хотелось бы, конечно, что если бы человек приобрёл мою работу, чтобы он потом бережно очень относился к ней. Любил её так же, как я. В 1970 году на Всесоюзной выставке декоративно-прикладного искусства была выставлена 72-местная матрёшка. Причём высота её была чуть больше метра, при диаметре всего полметра. Нетрудно посчитать высоту каждой фигурки и какой же толщины были стенки матрёшки. Скорлупки каждой куклы просвечивали. Толщина их не превышала полмиллиметра. Такую тонкую работу можно сделать только из мягких сортов древесины. В основном это липа, реже ольха или берёза. Чтобы не было трещин, материал должен быть хорошо просушен. И ещё одна удивительная подробность. Точить матрёшку начинают с самой маленькой фигурки. С каждой следующей размер увеличивается. Я думаю, что матрёшка всегда была и будет. Потому что, может быть, она поменяет какой-то костюм, будет немножко какой-то другой, но вряд ли. Потому что всё-таки это такой традиционный промысел. Я надеюсь, что матрёшка будет жить. Всё будет хорошо. Пока у нас есть туристическое вообще вот это всё развитие, пока к нам ездят туристы, пока дети хотят играть. Потому что чем играть ребёнку маленькому? Конечно, матрёшку. Вы представляете, вы столько не открываете. Вот все дети, знакомые, которые к нам приходили, это просто восторг незабываемый. И даже взрослые. Потому что вот попробуй её всё открою. Там столько сюрпризов, столько событий. Там же это всё с историей, правильно? Поэтому будущее у матрёшки, у неваляшки, вообще вот окарной формы. Только развиваться. Русский фольклор также полюбил эту игрушку. И отозвался на её появление множеством пословиц, потешек и загадок. Почитайте их вместе с детьми. И вам обязательно захочется ещё раз испытать удивительный восторг Открывание одной матрёшки за другой. И сколько их ещё впереди? Я с таинственной игрушкой Заиграл из допоздна. Разбираю, собираю, То их восемь, то одна. Алый шёлковый платочек, Яркий сарафан в цветочек. Упирается рука в деревянные бока, А внутри секреты есть. Может, три, а может, шесть. Разрумянилась немножко Наша русская матрёшка. Мышку встретили подружки И попрятались друг в дружке, А которая осталась, Больше всех перепугалась. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова